чтобы показать наше движение давайте рассмотрим следующее задание чтобы вы понимали для меня важное по шагам по шагам потому что вести в человека в программирование сложных вещей это вы знаете не так просто мне понадобилось допустим несколько лет чтобы составить хотя бы план так вот если мы посмотрим хотя я планирую и новые разделы зайдем на сайт спб для тех кто только начал с этого видео ссылка на сайт в описании видео и вам необходимо получить пожизненный доступ и заниматься тогда повторяя в каждом видео на повторю еще раз основное занятие в школе это по видео урокам этот курс дополнительный чтобы про него прочитать вы в описании видео найдете ссылку продолжаем дальше магические методы и вот задание сначала идет предпосылки в группе вы читаете принимаете участие рекомендую все выполнять потому что здесь мы включили омл язык планирования я дал редактор и далее пошли у нас методы и так я определяю неделю но опять же неделя это понятие относительное ну например сейчас майские праздники я ребятам написал чтобы они меня услышали кто читает позже задание было дано на майске важно понять что время здесь вторично да сейчас праздник и поэтому не нужно рассматривать задание как срочное запланировали шелки вперед отдыхать тоже нужно не менее двух дней в неделю иначе мысли новые не придут это вполне серьезно просто берем заметку пока это не сделаем дальше не двинемся вот так будем работать именно с этим разделом далее для опять же для ребят которые только собираются работать серьезно спайтом на данный момент со всей школы работает вот на данный момент конкретно осадчий сергей питерских сергей и александр ситушкин неплохо работают а опять же вижу что занимаются по по переходам посылкам очень много людей школы но пока стесняются так вот ребят посмотрите код через года и новичок скажет на код этих ребят что офигеть неужели можно писать такой код да можно кто сомневается ребят вот вам реальный пример всего лишь если отсчитывать что сейчас апрель 2018 только прошло полгода вот комментарий сергея осадчева который очень хорошо об этом говорит пять месяцев назад я убунта не мог установить для меня это было как собрать космических корабль далее остановите видео прочитайте сегодня человек пишет на двух языках и мы уже пошли глубже дальше ну а я чтобы вы еще больше вник не вникли я покажу следующее задание над которым будем работать смысл такой я только направляю вот допустим предыдущие предыдущие занятия задание если мы посмотрим вот это предпосылки то есть я задал задание которое заключалось только описать хотя бы все псевдо код шахмат спасибо сергею питерских который написал код что требует доказать на данный момент на данный момент например сергей я думаю другие ребята потому что они даже не рассматривали интерфейсы то есть то что решало действительно проблему это предыдущее видео я рассказал зачем они да и поэтому я говорю через год посмотрите это код будет совершенно другой и дальше идет задание в этом задании мы с вами будем рассматривать первую очередь метод супер ну например я дал конкретно пример посмотреть именно часть с этого то есть чего начать школе я дал посмотреть видео почему это важно это в киеве просто где вообще используется супер супер используется во всех этих графических приложениях в джанга и в других многих библиотеках очень часто и очень важно на данный момент разобрать что такое супер и как это работает это архиважно вот мы видим допустим дорабл вижет супер дальше дальше смотрим метод супер метод супер и поэтому конечно же я пояснил может быть вам сейчас кажется что не туда не сюда он преждевременный нужно разобраться с методом супер именно сейчас пока мы не приступили к более сложному коду причина очень проста метод супер не должен отвлекать наше внимание а должно у нас быть понимание вот как перед этим мы разбирали и нет вот так же должно быть супер все понятно тогда будет считываться код если же супер сейчас не рассмотреть то допустим чтобы вы не писали вам придется просто использовать ну вот по примеру а какое о каком понимании мы можем тогда говорить если мы используем по примеру не о каком понимание 0 то есть давайте себе представлять по сути дела мы супер не рассмотрели он нами начинает использоваться на автомате да то есть по шаблону понимание 0 значит эта часть кода для нас становится закрытой значит мы не можем четко ответить что это за метод почему мы его используем а мы с вами собрались идти дальше в интерфейсы то есть получается надо сейчас внимание там а в данный момент бац а мы еще и супер не понимаем и и нет не понимаем а каком программирование мы говорим не о каком вспомните когда вы учились в средней школе и у каждого был какой-то предмете они часть часть чего-то упустили а потом было непонятно и уже как-то и наверстать не получается и вот так вот всю школу до экзаменов кое-как здесь так не получится ребят поэтому я и говорю подход у меня серьезный пока не разберемся до конца вот как перед этим с и нет разбирались дальше не двинемся то есть должно быть четкий код четкое понимание что зачем и как поэтому я очень четко сформулировал вопросы что такое метод супер когда вы не возникает в нем необходимость как работает место супер очень точно ответить показательные примеры с кодом как происходит наследование при использовании методом супер от этого зависит грамотное и простое использование ну и ответ на предыдущее задание которое было и которая именно и давала возможность нам выйти на следующий уровень то есть понять зачем интерфейсы потому что многие люди даже программируя много лет они об этом не задумываются но не нужны им поэтому я сначала сформировала потребность рассказала об этом ссылка в описании видео и потом понял но здесь я уже вижу что ребята поплыли поэтому как я сказал как я направляю вот пример вам да это не мой пример это я именно когда начинал изучать я читал вот представьте вы приходите на собеседование в компанию и вас просит написать код описать некую вещь вы пишете на обычных классах и с вами что там разбираться то есть вполне сразу четко понятно что перед экзаменующим программист ниже средней руки это однозначно понятно если бы вы ту часть программы написали с интерфейсом сразу четко понятно что перед вами программист высокого полета это написал один из людей англоязычного сектора интернета который в принципе принял решение изучать интерфейсы мы когда рассматривали шахматы на самом деле я ребятам давал задание покопаться с юмил порисовать и если вы начали рисовать шахматы и в течение недели это делать несколько раз пытались по разному писать код то в конце концов вы приходили бы к пониманию что везде тупик но никак нельзя описать все ходы шахмат там разный игрок с разной фигуры ходит правильно сначала приходит понятие описать потом приходит понимание если взять это на абстрактном классе значит мы не будем застрахованы от ошибках и тут я написал что ага ребята давайте отвечать все таки вопрос который был задан от него нельзя уходить поэтому я уже дал конкретную подсказку мы должны были в шахматы включить интерфейс поэтому ранее код который был предоставлен он изначально был неверным по одной простой причине что не было неверно было спланировано для 91 95 года прошлого века этот код имел бы место потому что именно тогда его такое писали но два для 2018 и позже этот код не имеет значения почему потому что уже в питон мощно разработаны интерфейсы в библиотеке которые нам помогают выполнению неких контрактов не неких контрактов а конкретных действий то есть сам по себе интерфейс он ничего не знает он не знает что будет ходить конь или это будет ходить пешка он об этом не знает как и где ходить он четко должен выполнить контракт что вот ход произошел вот ход возможен все если контракт выполнен а дальше уже можно писать абсолютно любой код он у всех по-разному будет у кого-то будет класса описывающие фигуры у кого-то доску у кого-то там будет каждый класс описывать каждую фигуру то есть это уже совершенно не важно важно что само по себе понятие интерфейса ставит все на свои места то есть мы застрахованы от ошибок нам легко править код и мы четко понимаем что должно произойти в данный момент времени мы можем это оследить проконтролировать и избежать ошибки и здесь я оставил для ребят чтобы они покопались этим вот именно данное обучение что я только направляю а ребята все делают сами это и есть офигительный эффект какова роль интерфейса в программе какова его цель что он представляет чем отличается интерфейс от абстрактного класса сейчас важно уяснить эту тонкость потому что в принципе интерфейс это тоже абстрактный класс я понимаю что те кто сейчас сидит перед монитором он вообще может не представлять что такое абстрактный класс поэтому сначала читаем это класс который ничего не делает но ищем но вот эту тонкость интерфейс это тоже абстрактный класс но интерфейс интерфейс от абстрактного класса отличается чем то чем вот этим мы должны выяснить и в конце концов я от ребят уже жду все таки две вещи чтобы они как я сказал что UML мы здесь очень простая вещь язык то есть рисовать схемы потому что без планирования нет смысла изучать такие вещи то есть википедии ну грубо говоря детский конструктор за вечер сел и разобрался линии дал программу нам важно наглядное представление потому что без этого более менее сложные вещи делать или спланировать просто невозможно так вот и если мы нарисуем и нарисуем правильно поставим интерфейс то в принципе что у нас происходит автоматом мы понимаем что нам нужен интерфейс но а при чем здесь шахматы при чем здесь зоопарк да ни при чем на самом деле просто здесь был взят пример а ответ будет такой на самом деле ой на самом деле на самом деле что любая программа абсолютно любая какую вы только придумаете которая имеет хотя бы малую сложность имеет смысл для нее описывать интерфейс тогда программа становится простой и понятной тогда можно вы можете эту программу написать и как искусственный интеллект и все что угодно просто вы будете контролировать весь процесс что такое интерфейс простыми словами для этого вы являетесь интерфейсом вот есть телевизор на самом деле и вы являетесь интерфейсом между пультом и телевизором потому что вы нажимаете кнопки и хотите нечто получить в свою очередь и пульт управления телевизором это тоже интерфейс Потому что ведь вы всего лишь нажали кнопку и сменили программу, телевизор знает, что делать, понимаете? Но заметьте, ведь вы можете нажимать кнопку и будет один канал, второй, третий, но в то же время вы ведь можете управлять и каким-то проигрывателем, и спутником телевидениям при помощи того же пульта. Ведь пульт это различает по интерфейсам, потому что нажали там определенную кнопку и бац, телевизор переключился на спутниковое телевидение. Вы нажимаете кнопку программы, да, она перещелкивается, но уже на спутниковом телевидении. То есть это возможно, интерфейс, при помощи понимания интерфейсов. Интерфейсы сами по себе пришли из языкового программирования плюсов и таких как Java, C, но именно были очень круто внедрены в Python. Именно в полной мере и имеются даже в стандартной библиотеке, применяются очень просто. Люди боятся их, потому что там везде методы с двумя нижними подчеркиваниями, но бояться то нечего. Вот я рассказал про телевизор, ведь просто, просто, согласитесь. И согласитесь, что это же важно, ведь пульт, пульт сам не знает, пульт имеет кнопку, которая нажимается. И вот согласитесь, в одном случае мы нажимаем кнопку и переключается обычное телевидение, в другом случае мы переключаем кнопку и переключается спутниковое телевидение. Но ведь пульт об этом не знает пока, пока вы не производите какое-то действие. Допустим, вы уже перевели на спутниковое телевидение, тогда телевизор знает, но не пульт. Пульт только управляет. Так вот, думаем, читаем, что такое интерфейс. Опять же, я занятия все вести так не буду. Я записываю зачем? Затем, чтобы ребятам подсказать и затем, чтобы показать, что такое настоящее программирование. И показать, как мы копаемся. То есть, я знаю, что очень большое количество людей ищет там, где его будут направлять, где будут разбираться, вот как мы разбираемся, очень-очень подробно в каждом моменте. Эти знания применимы в любой области. То есть, здесь взят слой, вот допустим, в данном случае супер, до этого init, который в принципе применим просто в объектно-ориентированном программировании. Python, да? То есть, а не важно, чем вы будете заниматься там, или писать машинное обучение, или работать с джангой, или работать там с графическими средами. Их тоже называют интерфейсами. Но вообще интерфейс, и есть понятие разновидность, как графический интерфейс, потому что тогда можно делать сложные вещи. Но вначале надо понять, что такое интерфейс. Почитайте википедии. Так вот, сбился с мысли, есть твой раз. А, ну, может сбился уже, ладно, не буду переписывать видео. Значит, ребят, сразу перескочу тогда. Какую цель я ставил? Моя задача была показать ребятам школы, что зачем нужен интерфейс. И на самом деле он нужен каждому человеку для того, чтобы действительно владеть Python на все 100%. Интерфейс за собой потянет паттерн, за собой потянет очень многие вещи. Очень многие вещи. Абстракцию и так далее, и подобные тому. Но сейчас в данном видео моя цель показать, что мы берем по вопросу, добиваемся полного понимания. И еще раз я скажу, да, в школе уже более, на данный момент, потом будет еще больше, 14 суток видеоуроков. Да, новичок смотрит видеоуроки, они для него полезны, чтобы начать программировать. По Django мы смотрим уроки, по Android мы смотрим уроки. Но есть та часть Python, которая в видеоуроках не так, не получится сделать так качественно, как это можно сделать. Почему? Потому что когда мы поставили, я поставил вопрос про метод супер, я просто ожидаю, я четко понимаю, что вылезет очень много моментов. Да, и тогда можно будет именно, когда вылезут эти моменты, и люди будут их понимать, тогда можно заострить на них внимание. То есть здесь идет важная вещь заострение внимания в необходимое время, в необходимом месте. То есть время и место здесь имеют очень важное значение, потому что не должна прерываться нить понимания. Вот когда мы действительно поняли, как это работает, то потом любой код, который бы мы не читали, вот мы перешли в Киеве, да, смотрим код, и мы сразу начинаем легко считывать. То есть что делает метод супер, метод супер, если в данном коде, когда мы работаем в Django, а в Django, допустим, метод супер используется, когда надо, ну, я конкретно использовал, когда надо произвести автоматическую замену и так далее. И ты тогда четко понимаешь, код, библиотека не имеет значения, имеет центральное понимание, что это такое. Я не раскрываю сейчас понятия, потому что нам предстоит разобраться, иначе будет неинтересно. Ну, а тот, кто действительно ищет настоящее программирование, тот, кто ищет школу, в которой разбирается все досконально, то, пожалуйста, в описании видео ссылка, вы придете на школу spb-tut.ru, получите пожизненный доступ и начинаете работать. Спасибо всем за доверие, успехов, все у нас получится.